и были народ по ходу это связь пропала по дороге я эту самую навалил там до 180 и связь пропала не успела догнать связь да по дороге потому что еду тут нам невозможно я сейчас где-нибудь стану меня сколько я минут 20 будет связь не успела да я во внуково практически уже сейчас где-нибудь стану ну согласен айфон выйдет конечно будет лучше я не спорю что айфон очень крутой телефон просто я не люблю блять как все ну не люблю как все и все у всех айфон у всех айфона я не хочу я в москве да ну во внуково точнее так блять чего здесь за кипиш еще вот здесь встану за пару минут до въезда манька прилетит напишет здесь по торчим здесь вот здесь так здесь все ловит нормальная связь вон там внуково вон уже о а как-то камера переключилась сама так ладно свет надо вырубить а я вот сюда поставлю дергаться не будет у меня а у меня лада приора вон самолетик на посадку пошел да с маней не снова ой блять так не смотрите выключите выключите камеру не смотрите блять так я еще не палился я там палился когда человек 10 в онлайне было ночью все ребят упала давайте отписывайтесь все пропало водянов курит все пиздец я боюсь что у меня подписчиков останется человек 30 40 от 1700 это кондиционер щелкает жизнь боль да на самом деле ребята не знает я курю 21 год уже меня надо на соревнованиях все видели что я курю ебать там шум такой от самолета да ладно чего в шоке в шоке шоке блять чё там за шуток блять чё-то с самолетами меня аж прям страшно блять один разбился вчера еще один аварийно сел по моему здесь во внуково кстати чё там вибрации в двигателе блять аж прям страшно чё-то про какую покупку про телефон да в затяжку я же говорю 21 год блять курю я подонок редкостный нет у меня самое главное что все самолеты приземлялись не дай бог бля я посмотрел это видео с камер из дома как тот упал блять не аж прям ну реально ваши слезы блять это пиздец и представляет что там бой вы знаете но с одной стороны хорошо я так подумал они очень мало падали да то есть он шел на посадку и буквально за секунды он ебанулся люди я думаю не успели это самое это пиздец пиздец ребят это просто вот я не знаю кого есть хоть капля человечности я не знаю это только со слезами можно смотреть бля я вообще в шоке лучше не смотреть да я знаю смотрел почитал всю информацию кружил кружил блять кстати в этой авиакомпании это единственный случай крушения самолета в арабской этой авиакомпании да и дети были блин благо еще там 60 человек было они сто с лишним как он он полупустой был да там именно отдыхающие семьи погибли насколько я знаю считал что в этой авиакомпании ни разу не было ни одного крушения самолет это первый случай да вот именно когда вот так вот гибнут это просто пиздец это просто блять я не знаю за что вот люди так да вы знаете наверно нет я вам рассказывал или нет но бля мне тут что-то говорили какие-то там знатоки я когда в тайванд с дочкой летел я чуть там штаны не наложил говорят что какая-то есть тема у пилотов когда самолет очень перегружено взлетает как-то там они в какой-то момент сбрасывают тягу а потом поднимают блять ну как что-то такое есть я в этом ничего не разбираюсь но когда у нас самолет взлетал блять он сука на взлете только оторвался и остановился там весь салон так просто блять пол салона мужики просто так и вот такой выдох бабы там и всякие никто не не допер но когда блять самолет летит вот так на взлет потом его так блять там в самолете я не знаю и потом он опять и причем звук двигателей пропал я уела три секунды я думал все пизда блять и потом раз опять ну мотор услышал и он раз опять нос поднялся блять там в салоне еще ахуели прикалываться там такое блять пиздец я ребенка сразу понял же начинаю с ней говорить чтобы она не слышала что там вокруг люди говорят ёбаный в рот это ну я я столько раз летал блять куда только не летал уже 5 на дальнике и блять 150 раз летал никогда в жизни такого не было он на взлете буквально пять секунд он отрывается и потом блять то я говорю там в пол салона блять охуели кто допер что-то было не то там игру мужики ну блять пилоты прикалываются там как начали гудеть я просто ребенка стал отвлекать у меня у самого блять трясло там дрожащим голосом пытался чтобы она не догадну не испугалась блять вот такая вот тема была один раз блять жизненно да там где-то турбулентность потряхивала но все-таки хуйня да даже ну сам опасно это взлет да потому что он на максимальных блять перегрузках на максимальной тяги идет поэтому это самое страшное вот посадка ты хуйня на на автопилоте идет вот вот так что посадка по моему большинство самолетов на взлете уярится и и полет над украиной но видите нам очень сильно мазки промывают по поводу этой украины кстати насколько я знаю сейчас все в облет летают ну через российские территории насколько я знаю сейчас рейсы которые раньше были там полтора часа вы еще с по два часа с лишним херачит да конечно нам по поводу украины блять втирают мозги и нам втирают что американцы пидорасы и все вот ребята очень много кто в америку летал со всеми общаюсь там к русским относится нормально они вообще не знают про войну у них нету пропаганды ни хера американцы и время вообще к русским хорошо относятся самой америке обычный народ мы даже не знают про войну про эту это только украинцы и русские между собой грызутся хают блять вот это вот всю помойка вот это информационная и в социальных сетях и везде народ стравливают и все народ страдает мы страдаем и украинцы братские народы блин страдают просто именно народ мало того что нас еще уебали этим долларом нефтью и долларом у нас блять все в два с половиной раза дороже стала народ просто у меня сейчас я знаете как еще я это все ощущаю на себе у меня же сейчас там перестройка в клубе идет вот и я просто раньше вот ну год назад там сотрудников искал понять еще заебешься их там искать а сейчас только кинул объявление у меня кстати на объявление секретарь помощник руководителя за один день более тысячи откликов на хэдхантере это о чем говорит люди просто безработный я на собеседование спрашиваю людей за какие деньги они работают мне аж страшно за 30 за 35 тысяч в ебывают как негры за 40 у меня менеджеры сидят блять там под полтос получают и не хочу не делают до 40 тире 50 ну кстати девочка попалась очень хорошая уже пол клуба нагнулась сегодня я думаю дело пойдет все под учет все блять никаких лишних разговоров четко по делу до кондей стоит тут кто секретарша маша сказала если малейшее кокетство увидит убьет ее волосы и вырвет да ну такая приятная девочка нормально я же выбирал не по красоте а по профессиональным навыкам до 5 вечную проблему до 5 вечную проблему на самом деле мне бы такая реакция удивляет маша да какая там за на некая за на рядом не станет маша это редкостная сучара из всех сук самая на трансляцию будет удалить эту посмотрит еще я с 14 лет курю и моё 21 год уже фото фото команды инферно да дело в том что сейчас уже нет никакой команды надо все заново сейчас строить тренера уходят да паша обещал но тут были некоторые заминки поэтому пришлось чуть-чуть отложить я думаю сейчас все наладится сейчас Манька мне пизды вставит все тренера уходят я убрал аренду все тренера уходят Димон остается да Димон остается Димон всегда со мной рядом нет Димон не уходит у нас сейчас тренера будут работать по ставке так как в спортленде так как везде так как не на аренде по ставке в зависимости от плана потому что система аренды для клуба невыгодна очень невыгодна я посчитал что клуб теряет от 500 до 700 тысяч чистых денег за счет такой системы аренды я алкоголь не употребляю вот я не знаю как блин я пропустил еще вопрос сейчас про цены скажу блин я даже не знаю как наверное на тренировке все таки тренировки для меня это определенное расслабление бутылочка пивка это раз в полгода или раз в год у меня вообще нету желания никакого здрав будь нет не знаю он что там несколько раз был я не знаю чем там делают на самом деле я его пару раз всего видел вот вот поэтому центральную нервную систему я разгружаю тренировку чтобы у меня не происходило я иду на тренировку и там кайфую вот алкоголем не а так не поиск клуба сообщение пришло плохо алкоголь не на курсе и не на курсе всегда плохо я против для против курения блять но я не могу бросить абонемент 12 900 сейчас стоит ну да у меня получается как-то на тренировке разгружать нервную систему я понимаю что я ее разгружаю от работы от каких-то психологических моментов по жизни но от тренировок конечно нет от тренировок потом отдыхаю вы знаете вот 12 900 недорого совсем но что-то продаж ни хера нету реально не покупают понятно дело что недорого но херовые продажи но это плохо на курсе и особенно водяру пить я на дух не переношу алкоголь но паш думаю что фитнес в кризис фитнес это такой бизнес как меньше всего страдает я же клуб построил вообще на копейки и да и достроил и буду еще достраивать и как бы не был в минусе хватало денег развивать правда все конечно в клуб уходила но нас изначально была сумма первоначальная три в четыре раза меньше чем сейчас там торчит вот поэтому и даже летом и даже всегда у меня получалось набирать деньги достраивать клуб сейчас немного тормознулись потом не можем кардио докупить на думаем это решим да мы делаем уже и дни открытых дверей и акции каждый месяц и уже знаете там на 8 марта делали цену вообще восемь восемьсот восемьдесят восемь акция была 4 восьмерки была акция да и не особо то народ пошел я просто реально многие клубы очень сильно проседают там по деньгам прожимаются очень сильно делают баснословные скидки но это приводит к тому что нежелательного народу очень много я считаю что у нас все равно хоть есть нежелательный народ но баланс какой-то сохраняется стараемся очень сильно не опускаться место хорошее внутри спальни конечно паш упали если сравнивать два года назад и сейчас то конечно упали очень сильно упали если раньше клуб ну наверно в полтора два раза точно упали раньше клубы 3-4 миллиона делали такого вот размера как у меня то сейчас два не вытягиваю меньше двух всегда да у людей реально десятки нету на год фитнеса десятки нет у нас берут по три тысячи месяц месяц по тысячи самого топовые продажи ну блять их продал 10 штук 10 человек пришло в клуб 30 тысяч что такое в день 30 тысяч для клуба это пиздец вот это провал но все равно на фитнес все-таки люди могут найти деньги конечно например человек хотел купить фотоаппарат себе за 40 тысяч а сейчас он стал 90 стоить вот это уже проблема понимаете а вот знаете что все подорожало но клубные карты на фитнес дешевеют и персональные тренировки не дорожают что три года назад персоналка стоило тысячу рублей что сейчас все подорожало в два с половиной разности персоналка все равно 1000 рублей стоит вот дешевле и дешевле так тут сообщение час секундочку блять о ребята мне надо отключаться приземлилась месячный уберешь вообще будешь на подсосе сидеть месячные блять ван ребят не ночью не знаю хер его знает поеду я встречать посмотрим может еще включусь не знаю о это тоже немножко нагревается телефон кстати все ребят давайте спасибо вам что потрещали тут со мной давайте до встречи